Весна предупреждают ветеринары. Начало заболевания пироплазмозом, смертельно опасного для собак заболевания, которые переносят клещи. Владельцам животных следует запутаться о профилактике, знать о признаках заболевания и первых мерах помощи при укусе клеща. Клещ становится активным практически сперва проталинами. Как только начинает снег таять, появляется первое тепло, первое солнышко, клещ активизируется и уже может поражать собак. В основном собаке, конечно, не в основном, а собаке в нашем регионе. Он является переносчиком пироплазмоза, бобезиоза, по-другому называется заболевание, кровопаразитарное заболевание. И вот при укусе оно заносится в кровяное русло животного, собаки. Профилактика этого заболевания – это, конечно, оградить животное от клещей. Обработки производятся корлицидными препаратами, обрабатываются на кожу, наносятся капли, есть препараты аэрозольные, есть капли. Страшны не сами пироплазмы, а то, что происходит в организме собаки под влиянием их жизнедеятельности. Пироплазмы паразитируют в эритроцитах и разрушают их. При распаде клеток выделяется большое количество гемоглобина. Внутренние органы с этой работой не справляются. В связи с этим страдают печень, почки, селезенка. А также может возникнуть гипоксия мозга, что вызовет тяжелейшие последствия. Самое большое количество случаев заболевания отмечают в периоды с мая по июнь и с августа по сентябрь. Лечение производится только после установки точного диагноза. Только если лабораторно установлен пероплазмоз, в этом случае уже проводится лечение. Лечение нельзя проводить в домашних условиях, обязательно под наблюдением врача. Потому что препараты, которые используются для лечения пероплазмоза, сами являются довольно токсичными и могут давать побочные эффекты. Поэтому обязательно должен в лечении участвовать врач. После каждой прогулки собаки моют лапы, либо другие части тела, если погода ненастная. Идет осмотр лап, ушей, живота, самые такие шеи, самые основные места, где могут появиться клещ, где он сидит. Собаки капаются от клещей специальными препаратами медицинскими два раза в год. То есть начало лета и конец лета. Моим собакам это вполне достаточно. Несмотря на соблюдение мер предосторожности, внимательно наблюдайте за поведением животного и регулярно осматривайте его. При возникновении признаков болезни обратитесь к ветеринарному врачу. Самолечением можно нанести непоправимый вред здоровью и жизни собаки. Раиса Киян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Раиса Киян